всем привет из франции хотя у нас карантин и тотальная изоляция мы приехали на руду кред чтобы на мыс канай если быть точнее просто площадка сзади меня смотрю может море видно уже море с левой стороны сейчас я дойду до верха и покажу вам какие виды красивые открываются остановлюсь уже задыхала задышалась оттуда поднимаюсь значит а вон оно и море но вам не видно потому что там солнышко ярко и не видно но сейчас будет видно когда я поднимусь у нас теплота я в футболке с коротким рукавом я закончила работу до работала до часу очень тяжело работать в этой ситуации я сейчас наверно поднимусь отдышусь и немножко вам расскажу а пока покажу вам по какой дороге мы поднимаемся дети мои уже впереди пока я тут стояла болтала с вами не уже давным-давно поднялись я не курю а дыхалка никакая у нас тут розмарин цветет вау какой кузнечик выпрыгнул мой жалко не могу вам его поймать вот он сейчас тут кузнечик там кузнечик я его фоткала а вот уже видно немножко море бескрайние все сливается потому что солнце я надеюсь вам немножко хотя бы видно но смысл будет красивее вид сейчас вам покажу такая тут почва красная и везде камни 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 вау как блестит слюда в камнях наверно не видно но блестит очень красиво виды открываются отсюда какая красота там бескрайние море а здесь любимый коси или косис то меня сейчас кто-нибудь исправит не каланка а каланг вы что говорите по-французски девушка кто меня исправляет вы же не говорите пари смотрите какая красота вода просто неимоверного цвета очень красиво так расскажу вам немножечко ситуацию в на работе в магазине сейчас очень много кто о чем говорит я читаю название как только пишут нечего кушать пустые прилавки и так далее паника во франции да правда паника во франции потому что я так понимаю все смотрят на италию ну и так как это уже все очень приобретает серьезные масштабы из наверное из-за вот этих запретов выхода на улицу без особой причины до люди сами делают панику у нас магазине например все продукты есть но у нас магазин довольно маленький поэтому наверное ну немножко дороже чем в обычном ну вот есть у нас карифур и вот там конечно дешевле чем у нас но не намного на чуть-чуть но вот в карифуре выгребли все но что я вам скажу выгребли люди у которых действительно паника в голове которые выгребают макароны не понимаю они будут есть одни макароны и немного консервов консервы есть наличие но их ну как бы ассортимент уменьшился и туалетной бумаги нет ну то есть знаете где-то прочитала извините за выражение но по ходу что коронавирус это ну как бы бумагу скупили те кто обкакались от страха извините да ну потому что но по-другому я не могу сказать зачем скупили туалетную бумагу у нас кстати сегодня не было доставки туалетной бумаги потому что вот этот вот ну как бы фирма которая развозит бумагу она просто не успевает у них не хватает машин не хватает людского ресурса для того чтобы вывозить развозить столько туалетной бумаги потому что именно в ней дефицит у нас сегодня была основа доставка макарон ну хотя у нас они никогда и не пропадали там один день у нас было не просто ну маленький ассортиментом какой-то 12 или три вида вот поэтому не нужно паниковать все продукты есть доставка не страдает не по фруктам овощам не по молочным продуктам не по свежим не по мясу ну не почем понимаете просто люди сами сделали этот ажиотаж за два дня выгребли все магазины а магазины как заказывали товар так и заказывают а поставщики как привозили так и привозят но просто спрос превысил предложение вот поэтому не паникуйте все нормально не знаю я конечно бы хотела на французский манер это все сказать и фрак французам обратиться но им не поможет что у нас на работе в каррифурах кстати кассиров оградили прямо такими ограждениями пленками есть доступ только на кассу чтобы выложить товар и есть доступ забрать его и оплатить у нас пока что ничего не огорожено мы просто работаем в перчатках и в масках и вот единственное что я говорю что франция конечно очень плохо организовалась у нас нет в аптеках ни масок ни перчаток так как я занимаюсь занималась делала шугаринг и у меня есть и маски для ну и наращивала ресницы мне есть и маски хирургические еще со старых запасов и перчатки у меня две упаковки то мне конечно повезло я использую свои нам единственное в магазине нас конечно обеспечивали дезинфицирующими средствами дезинфицирующим гелем для рук но вы понимаете ничего грязнее денег и того что может передастся через деньги не бывает поэтому конечно работать бы нам хорошо бы в перчатках но для ребят перчаток нет у них руки побольше чем у нас поэтому я кому могла свои дала бы сегодня один из них померил но мои перчатки и конечно же они через пять минут уже порвались потому что размер конечно для него не подходит вот поэтому они работают без перчаток просто постоянно обрабатывают руки гелем я надеюсь что во франции такой ситуации как в италии не будет плюс ко всему конечно же франция намного лучше обеспечена аппаратами там искусственного дыхания вентиляции легких и так далее чем италия ну потому что медицина во франции намного на порядок выше я надеюсь что хотя бы в этом не будет никаких проблем но все равно страшненько потому что везде со всех как говорят утюгов до транслируют вот этот вот эту панику вот этот страх но надеюсь конечно что это все нас обменят единственное нам нельзя гулять вчера вот владик мы поэтому приехали на вот этот руду кред здесь в принципе нет людей там один мальчик гулял и еще одна машина стояла уже семья там гуляла потому что мы приехали для того чтобы не контактировать с людьми владик вчера хотела сказать а он нам пришли всем смс ки что мы должны распечатывать такую специальную бумагу где мы пишем имя отчество имя фамилию адрес подпись где она в каком городе оформлена потому что из одного в другой город просто так без причины передвигаться конечно не нужно потому что полиция может остановить и спросить у нас для выхода на работу такие бумаги есть прямо с работы нам сделали а владик вчера вечером катался тоже сделал себе такую бумагу катался на велосипеде и сидел на лавочке возле моря и полиция к нему подошла спрашивала ну правда в нормальном жетоне да не не грубо все все как бы культурно спрашивали что вы сделаете почему так поздно он ответил на все вопросы в конце они спросили а бумага есть владик сказал есть и вы им вынул из кармана но они уже не с не смотрели и и вот поэтому будьте осторожны если вы живете во франции пусть при вас будет такая бумага хотя macron сказал что вы можете заниматься даже спортом никто не заставляет никого сидеть в доме и не выходить но не контактировать не собираться с друзьями как вы знаете французы нации любве обильно они все тут целуются между собой слава богу прекратили целоваться прижала так целовались буквально до прошлой недели но уже на этой неделе не шутят уже как бы прекратили все эти рукопожатия поцелуи и все остальное единственное что меня конечно смешит это по радио постоянно транслирует послушайте что если вы ну как бы в это для вашей безопасности вот сейчас в период карантина обязательно мойте руки мойте руки с мылом после каждого контакта там с дверными ручками или того и так далее обязательно мойте руки с мылом мне кажется это так смешно и ну как бы для нас для украинцев для россиян для белорусов наверное этого не нужно говорить у нас дети научены с детства мыть руки с мылом но здесь к этому не приучены поэтому им это говорят их этому учат сейчас период карантина плюс им говорят объясняет что нужно когда вы сморкаетесь извините за выражение то и кашляете то салфетка должна быть одноразовой и и нужно выбросить в мусорку но это просто меня убивает это когда они говорят по радио у меня такая улыбка на все лицо расплывается вот клиенты если вы смотрели когда-то мое видео про французов которые не умеют читать я там высказывала свое недовольство так меня просто довели на работе эти большинстве своем бестолковые французы которые здесь у нас в регионе не говорю за другие регионы я говорю за наш и вернее даже точнее сказать наш город маленький и в нем очень много людей я бы даже сказал недоразвитых вот и сейчас как вы понимаете их учил ну как бы оградили в какие-то рамки они вообще двинутые были двинутые а теперь еще больше двинутые но меня в большинстве случаев это ну как бы веселит но есть такие конечно случаи когда просто снова хочется высказать им все о чем я думаю но хотя я сейчас отрываюсь я сейчас им таким тоном говорю так держите дистанцию становитесь там не подходите к кассе пока я не позвала стоять стоять на месте значит я закончила на том что я сегодня конечно оторвалась на всех шеф меня поддерживает шеф у нас сейчас регулирует поток клиентов он сидит прямо на дверях или это делает заведующий ли это делает шеф и по впускает в магазин не больше пяти клиентов поэтому если вы видите где-то вы живете во франции и вам или вы просто смотрите кого-то кто живет во франции вам показывают там пустые полки или там очереди возле магазинов но вы должны понимать пустые полки это сделали сами клиенты во франции всегда всего достаточно ну из-за вот этого вот дебилизма их следующие мы я например дома кроме пачки макарон у меня нет никаких запасов поэтому нужно быть вменяем как мне кажется если скажут что конечно запасы на заводах там или заводы закрыты все и запасы заканчиваются туда конечно можно сделать какие-то запасы но не выгребать туалетную бумагу и макароны что будут закусывать туалетной бумагой макароны повторяюсь потому что это меня прям раздражает вот эта тупость и следующие очереди вот это связано с тем что очередь ну как бы перед магазином связаны ли только лишь с тем что в магазин пускают по пять человек мы потом когда выходит один или два запускают следующих два или одного или троих ну как бы как по мере того как освобождается магазин это опять же делается для лучшего обслуживания клиентов и для коллектива который работает потому что я уже не говорю о врачах которые на передней линии фронта и и аптеки да но мы контактируем с очень-очень большим количеством людей и шеф наш даже ну как бы несмотря на то что он теряет до выручки потому что ну как бы от того сколько людей заходит и выходит из магазина то как бы конечно меньше выручка становится но он несмотря на это все равно ограничил доступ людей поэтому сейчас очереди можно увидеть перед магазинами но все будет хорошо если вы будете мыслить позитивно не нужно настраиваться на как на что-то плохое помните если вы будете все правильно делать все будет хорошо подписывайтесь на мой канал всем пока и до новых встреч